Приветствую вас дорогие любители знатоки шахмат с вами на связи мастер фиды Максим Мореев и сегодня я ради эксперимента решил сыграть партию по 5 минут до этого все партии были по 3 минуты сопернику на самом деле 3 минуты это всего лишь развлечение там даже подумать толком не успеваешь по 5 минут есть хотя бы время для размышления вот сегодня вы поделитесь своими мыслями какой формат вам больше нравится по 5 минут или по 3 комментариях под этим видео пожалуйста напишите что вам больше нравится так но это у нас дебют берда первый ход f4 я сыграл d5 самый стандартный вариант ну и слона развивают через g6 на поле g7 потому что здесь у меня есть возможность развить белопольного слона скажем на f5 или на g4 если бы я сыграл е6 такой возможности не было бы поэтому я специально развил слона сюда но пока не буду торопиться с выводом слона хотя чего давайте сыграть слона f5 только принципиальный вариант смысл в том что если если соперник съест то для нас это будет не так страшно центр закрыт и вот это ослабление королевской защиты не критично совсем не критично что ж ну тут какие есть варианты можно е6 сыграть принципе нормальный ход укрепляем обе пешки здесь поле для маневров теперь надо определиться ли c5 играть или не играть думаю что стоит сыграть c5 самому чем в пассивно отстаивать эту позицию дц правда есть риск со что я не отыграю пешку но к счастью соперник так не сыграл так теперь вопрос куда развивать ферзя или давайте сначала с конем определимся коня на d7 тогда поставлю более гибкая позиция могу на f6 лучше чего повести туда на королевский фланг так теперь надо с рокировкой определиться короткую делать или в длинную давайте пока ферзя разовью на е7 не буду определяться отложим это сложное решение возможно все же в 3 0 потому что линия же вскрыта тут будет у меня хороший простор для атаки правда в 3 0 опасно там тоже пойдет b4 к это атака давайте короткую рокировку тут у меня все фигуры сейчас король же h8 сыграю и ничего грозить не будет вообще матику не 4 пока на всякий случай проверим замысл соперника f и вот у нас перчика вышла в люди как говорится так теперь есть вопрос играть ли в 5 или не играть все же сыграю в 5 смысл хода прост сам не дай не дай сопернику сыграть и в 5 во первых но во вторых во вторых провоцирую его на всякие необдуманные решения например на то что он сейчас сделал g4 ничего кушаем на e5 наверно потом кушаем на g4 или не кушаем давайте подумаем на g4 есть конечно смысл съесть прослабить с другой стороны как-то хочется его взорвать сейчас прямо подостал развитие давайте подумаем вот непростой выбор не буду долго думать времени нету он все лишь минуту затратил поэтому сыграя водяка 8 просто вот так хочу до 4 лет сыграть час молодежь и на принципе на это я рассчитывал сейчас ферзи в 7 сыграю и владея h5 скажем мы сюда смещаю акцент борьбы словно же 7 у меня немножко туповат как вы видите поэтому его нужно срочно активизировать мой план такой ладья g8 или чего сначала сыграть может водя ладья 6 сыграю на всякий случай на g6 слатью поставить хочу так что-то по времени вообще в полный в полный не буду говорить еще надо срочно ускаляться так он тут короче решил атаковать счет туда я с атакой промедлил черт делать-то разминщик стиле веры минчик так мало держит 6 пока оба подвязка неприятная подвязка что-то не учел и это вот ее мои ферзи в 5 срочно ферзи в 5 немножко до сдаю сдаю позиции у вас же это он хорошо что съел на теперь спешная цепочка сильная надо короля на и всем срочно ввести так хочет сыграть c4 до если защита от этого коварного выпада или же нету пока честно игра не вижу черт за 4 до 4 придется играть я dcd слон до 4 делать то блин минута осталось буквально минута слона 6 пока такой ход чтобы на f4 подписала сейчас срочно короля виду на е6 срочно-срочно возможно стоило мне конечно короля на g8 поставить чтобы никаких шахов тут не было пешкой так ну друзья я просто по времени очень сильно стою думал что смогу больше комментировать но как видите по времени просто полная жесть поэтому ускоряюсь сейчас просто ускоряюсь покажу вам что такое скорость почувствуете жажду скорости низ for speed часа 6 сыграю вообще пешку 7 чисто вот недавно опомнился вовремя успел f4 быстро пешки сейчас погоню вперед так вот пока встанем ему не так то просто и сдвинуть в общем проблема для него бедолаги вот сейчас вот как двигать пешки она король на g4 идет все ускорились вот он скорости 3 едва хочу пойти просто и ферзя провести попробуйте меня остановить это просто невозможно на слон f27 пешку для начала некуда торопиться потом могу пешку на опять съесть и провести ферзя уже кто у нас такой пакистанец очень хитрый пакистанец хитрющий давайте ферзя уже сделаю от греха подальше что называется ну и на всякий случай пешку придержим вот так слон c7 как видите время не вагон 30 секунд если не болтать этого можно многое успеть ну что ж друзья пожалуйста под этим видео напишите как вам такой формат партии по 5 минут вроде успеваю побольше рассказать мне кажется в этом есть смысл потому что когда по три минуты там просто приходится больше двигать мышкой потому что иначе мне флаг рубит вот по пять минут сейчас думаю что можно вполне спокойно комментировать и громить соперников ставьте лайки пишите комментарии ну и кроме этого рекомендую вам подписаться на наш канал сейчас нажимайте на всплывающую кнопку подписаться чтобы получать новые свежие уроки по дебюту по эншпилю памятитель шпилю по психологии ну и кроме этого вот такие партии из которых вы тоже сможете извлечь полезный опыт ну и кроме всего прочего рекомендую вам получить книгу который называется 21 критическая ошибка новичка в шахматах нажимайте на всплывающую красную кнопку скачать бесплатную книгу скачивайте ее ну и соответственно получайте результаты потому что в ней вы узнаете как добиться реального мастерства в шахматах с максимально короткое время на этом дорогие друзья все благодарю за внимание и до новых встреч